Среды народного ополчения тем временем пополняют все новые добровольцы. На защиту Донецка встала православная армия. Солдат набрали из числа жителей города. Штурма нацгвардии на подступах к столице региона ожидают в любой момент. Как сообщает наш специальный корреспондент Артем Кол, группировка военных и тяжелой техники на западном направлении с каждым днем увеличивается. Охрана блокпостов и проверка автотранспорта – это сейчас одна из самых главных задач ополченцев. Но если украинские военные все же начнут карательную операцию и против Донецка, здесь их танки первыми встретят солдаты православной армии. Этот блокпост на юго-западе Донецка – первая линия обороны города. Буквально в километре вон за теми деревьями находится уже тяжелая техника украинской армии, которой с каждым днем становится все больше. Блокпост спешно готовит к атаке нацгвардии Украины. На дороге бетонные блоки и мешки с песком. На обочине броневик, правда уже без вооружения и двигателя. Муляж. Машину давно списали на металлолом, но в условиях реального боя, который здесь может начаться в любой день, пригодится все. В это время Донецкая православная армия тренируется в тире. Вот так готовят новых солдат, которых набрали из числа жителей города. Ежедневно в ополченце записываются сотни человек. Проблема только с вооружением. Но знаем, что придется оружие добывать в бою. Вот где-то что-то с кем-то там делимся, и с партизанскими отрядами, если какие-то совместные операции проводим. Но больше в бою, скажем так. Часть оружия там из воинских частей, отсюда, с Донецка, попал их на врук. Часть оружия передала милиция. Михаил, его позывной пятый, командир православной армии. Несколько месяцев назад с соратниками решил он создать такой отряд, который будет защищать православные храмы и веру, на которую киевские политики устроили гонения в последнее время. Но численный солдат быстро выросло до целой армии. Сейчас под триколором с христианским крестом в обороне городов Юго-Востока задействованы более пяти тысяч человек. Змей в ополчении уже несколько месяцев уволившись с шахты, приехал в Славян защищать город. Недавно его перебросили в Донецк обучать новобранцев охране блокпостов. Змей уже опытный боец и поэтому руководит всем блокпостом. Сюда сегодня приехал главнокомандующий православной армии Михаил пообщаться с ополченцами и выяснить, что нужно солдатам на боевом посту. Такие блокпосты ополченцы спешно строят сейчас на всех дорогах, ведущих Донецк. Особенно усиливают западные окраины города, откуда, вероятнее всего, и начнется наступление украинской армии. Артем Кол, Евгений Кириленко, Вести, Донецк.